Вы смотрите отзыв об отеле Voyage Sorbonne. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником Людмила2003, который был в нем в 2015 году. Отель Voyage Sorbonne. Поездка была спонтанной. Состав отдыхающих три взрослой. Плюс ребенок, один из взрослых, это подросток, 17 лет. Думали по поводу двух отелей Delphine Imperial Lara 5 и Voyage Sorbonne. Но поехали в последний, так что Delphine оставили на будущее. То и перелет. То Coral и встречающая сторона Oudion. С представителями общались только в аэропорту, и то как общались, здравствуйте, мы такие-то, едем в отель самостоятельно, спасибо и до свидания. В отеле гида не видели ни разу, даже не знаю, был ли он вообще там. Что касается перелета, авиакомпания Red Wings, рейс из Домодедова без задержек. Но самолет Ту-204, помойка редкостная, затклый запах в самолете, весь какой-то грязный и не отмытый. Первый раз столкнулась с тем, что на стойках регистрации, можно было доплатить за места повышенной комфортности. Правда повышенной комфортности, громко сказано, но все же, в данном самолете это первый ряд, девятый ряд и часть кресел десятого ряда, цена вопроса, тысяча рублей. Обратно должны были лететь Royal Flight, вечерним рейсом, но за день до отлета Coral подложил свинью и благополучно заменил на утренний рейс Calavia. Но благодаря хорошей работе менеджера, где уже не один год покупают туры, нам поменяли вообще на ночной вылет Anar Air, так что целый день был в нашем распоряжении, и из отеля мы выехали в 7 часов вечера. Аэропорт Анталии встретил нас в обновленном виде. Отель и заселение. Отель очень понравился своей зеленой территорией. Много хвойных деревьев, соответственно воздух просто чудесный. Но обо всем по порядку. В отеле были около 7 часов утра. Чудо конечно не случилось, а после бессонной ночи хотелось только спать, а не есть или гулять по территории. Но увы, главный минус отеля, нет официального прайса раннего заселения и позднего выезда из номера, только по наличию свободных номеров, бесплатно. Хотя я заранее писала в отель, по факту, можно было и не писать. Девушки из службы Gest Relation не помогли ничем вообще. Заселились со второй попытки, первый вариант был с видом на парковку, около Луна парка. Ресепшн. Расположен в отдельном здании. Пространство небольшое, есть несколько диванов и бар, который работает с 8 утра и до 24 часов ровно. Здесь же располагается служба Gest Relation и можно найти отельных гидов от разных ТО, здесь также расположены камеры хранения и есть весы для багажа. Вот такие электромобили курсируют по территории отеля, но только для доставки багажа. Номер. Номер Family, на втором этаже в трехэтажном корпусе. Сам номер чистый, со свежим ремонтом, но вот полный минимализм. Не то что неуютно, а вот как-то не хватало мелочей, например не помешали бы стулья или напольная вешалка для одежды, полочки или крючки, особенно около душа. Раковина, можно сказать, вынесена в коридор. Дверь душа с зазорами в одном сантиметре с каждой стороны. Хорошо хоть в туалет нормальная дверь. В общем не поняли мы загадочные задумки дизайнера. Наш номер Family, 5229. Две комнаты, спальня и детская. Спальня, новый и удобный матрас. Вот так увидел дизайнер, что такая штуковина просто необходима на потолке. Шкафы, балкон и вид из номера. На полной сушилке нет, только вот такая веревка. Вторая комната, детская. Балкон. Мини-бар, в коридоре, напротив входной двери, также есть чайник плюс чай, кофе. Только вот розетки нет. Либо надо тащить чайник в комнату или около раковины включать. В пополнении же мини-бара, вопросов никаких. Ванная комната. Как таковой нет. Заходим в номер, слева за зеркалом раковина и душ, справа туалет. Входная дверь и зеркало, за которым раковина. Набор косметики, кроме основных гелей, шампуней, зубная паста плюс щетка, пена для бритья плюс станок, ватные палочки и диски. На второй день нам принесли столько пузырьков, а штук 20 не меньше, как будто в номере живет не 4 человека, а 10, причем немытых беженцев из Африки. Душ, туалет. Вопросов по уборке номера тоже не было. Хорошо и все чисто, смена постельного белья и полотенец, ежедневно. Территория. Как уже писала ранее, очень зеленая, много дорожек. И бунгало стоят среди деревьев. Красота, да и только. Помимо бунгало, в отеле есть основное здание, где располагается ресторан. Лобби-бар, кондитерская, спа, зона с игровыми автоматами. Бассейны. На территории несколько бассейнов, что удивительно, очень много отдыхающих располагалось именно у них. Скажу сразу, детей не было только в бассейне 16+. Мы купаемся как в море, так и в бассейнах, но здесь желания купаться не было вообще, особенно проходя между основным бассейном и лягушатником. Запах стоял такой. Вы уж простите за подробности, но как в общественном туалете, несмотря на то, что лично видела, как чистили эти самые бассейны. Единственное, на что уговаривал меня сын, так это на горке в аквапарке, остальное время только на море. Основной бассейн. Около него пункт выдачи пляжных полотенец, без карточек и в неограниченном количестве. Душ около бассейна. Пункт выдачи полотенец, здесь же можно было взять трусики памперс для маленьких деток, в том случае, если своих нет. Правда, как показала практика, это не всегда спасает от неприятностей, после которых закрывали лягушатник. Детский бассейн, лягушатник около основного бассейна. А вот так его сливали, и наполняли обратно. Но многие родители-малышни, так сильно хотели купать своих детей в бассейне, что ничего лучше не придумали, как притащить их в бассейн аквапарка. Спортивный бассейн. Здесь проводили акваэробику, а также спортивные мероприятия. Бассейн 16+. Релакс бассейн. Крытый бассейн. Расположен в СПА, в основном здании. Детский бассейн. Вид из скрытого бассейна. Аквапарк. Аквапарк небольшой, но мне кажется это плюсом, что не надо ходить по территории от одной горки до другой. Лично проверены стыки и швы чувствуются только на закрытой длинной горке. Есть детский бассейн, с маленькой горкой и грибочком. Спасатели есть на горках, но, к сожалению, не могу сказать, что очень хорошо смотрят за порядком. Холодильник с напитками на территории аквапарка. Море и пляж. Сам пляж песок плюс мелкая галька. Если стоять лицом к морю, то слева меньше как-то было отдыхающих, в основном располагались и соответственно купались с правой стороны. Да и заход в море был лучше и расчищен от камней. Но на глубине камней видно, причем внушительных размеров. Всегда возникала мысль, что вот-вот ногой заденешь. Море было комфортной температуры. Рыбу откармливают добрые туристы хлебом и булками из ресторана. А кто-то даже и целые буханки притаскивал. Напився очень удобно и большие лежаки. К 10 утра уже все было занято. На пирсе 2 душа. И удобные лестницы, чтобы спуститься в море, 2 в конце пирса и 2 по бокам. Пляж слева от пирса. Пляж справа от пирса. Водное развлечение на пляже. Наши мальчишки летали на парашюте, остались довольны. На пляже есть душ и кран для ног. Пирс 16+. Мне показалось, что спокойнее не только на пирсе, но и на берегу около него. Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok